Полностью заслуживаю того, что сейчас случилось. Сегодня ты на коне, а завтра ты на дне. Второе свое извинение Анастасия Ивлеева называет искренним и ни с кем не согласованным криком души. Но и 20 минут, опубликованных в 2 часа ночи, кажется, не помогли. И беда в России не приходит одна, а вместе с налоговой и обысками. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале предрекла, проверка может завершиться уголовным делом. Тыл в надежных руках, закончила она свой пост. И вот уже первые результаты проверки. РБК сообщили, что налоговые претензии к бизнесу блогерки превышают 130 миллионов рублей. Сумма внушительная, но пользователи интернета тут же вспомнили, как на голой вечеринке Ивлеева хвасталась стоимостью своих драгоценностей. Ты когда-нибудь видела 23 миллиона рублей на попе? Голая вечеринка давно вышла за рамки скандала светской хроники. Провластный телеграм-канал БАЗа сообщил, история дошла до Путина. Значит, маховик репрессий не остановить. Но официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что на все на самом деле воля народа. Народ едино, абсолютно едино, без сегрегации, без деления, без чего-либо, сказал, стоп, довольна, хватит. И объяснила, эти репрессии и санкции надо принимать по-христиански. Вот эти испытания даются не в наказании. Эти испытания даются как лекарство. Клуб Мутабор, в котором проходила вечеринка года, обыски уже пережил. Наступило время профилактических мероприятий. В афише клуба неожиданно появился концерт народной музыки. А вот Лолита Милявская жалуется, что у нее концертов, кажется, теперь не будет. Я плачу сейчас. О таком не говорят сверху, мне сообщили организаторы. По стороне говорят, что залы отказываются. Нервная система к концу года уже все. У нас должен был быть большой тур. Ничего, мы ведь сильные, справимся. Угрозы связаны с потерей работы, если мои концерты будут проводить. Но официальных бумаг нет. Это письма в электронном виде. Прокремлевские артисты неожиданно для себя оказались в роли музыкантов, которые выступали против войны. Их концерты теперь тоже отменяют. Вот только не за гражданскую позицию. Ксения Собчак, которая тоже была на голой вечеринке, рассказала в своем телеграм-канале, что Первый канал и ВКТРК вырезают из глубых огоньков и всех новогодних программ тех, кто был замечен в тот вечер в Мутаборе. Указания дал господин Эрнст и господин Добродеев. Голая вечеринка уже вдохновила зет-поэтов на новое творчество. Пляски бесов на фоне войны. Вновь страна на коленях пред Богом. День и ночь молят за сыновей. А любительница малолеток, в позе как бы скромнее назвать, приползла, оголивший при этом целлюлитный откормленный зад. Оголенный король поп-эстрады, где он взял кружевное белье, за такое ж соседи на трассе побежали в ЕС. Шакольё. Не щадит звёзд российской эстрады даже родная жёлтая пресса. Сатанинский обряд в 666-й день СВО. Вот она обложка экспресс-газеты. От Ивлеевой пытаются откреститься и те, кто был на вечеринке, и те, кто не был. Яна Рудковская заявила, что блогерка всех заманила в ловушку. Филипп Киркоров заявил, что, мол, вообще всё случайно произошло. В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашёл не в ту дверь. Да, я знал о мероприятии. Получил приглашение, обещал прийти и пришёл. Но не знал о характере событий, которые будут происходить за этими дверьми. Киркорову ответили с фронта. Филипп, мы твои извинения не принимаем. Возьми миллиард рублей и пожертвуй на фронт. Пожертвование концерте на фронте. Непонятно, что именно может спасти артистов от патриотического гнева. Но Анастасия Ивлеева, кажется, уже готова на всё. Говорят, Россия умеет прощать. Если это так, я бы очень хотела попросить второй шанс у вас, у народа. А если нет, то прилюдную казнь никто не отменял.